Вечер мы начинаем нашу после матча пресс-конференцию по итогам встречи ЦСКА «Луч» в рамках Олимпед Суперлиги. В вашем внимании представляем гостей главный тренер Балаченков Дмитрий Михайлович, игрок Софья Сухова, главный тренер ЦСКА Ольга Сергеевна Акопян и игрок Наталья Чагирина. По традиции мы первое слово предоставим гостям. Дмитрий Михайлович, пожалуйста, ваше впечатление об этой игре. Мы в перерыве с девочками о чем сказали, что настоящий ганбул начнется во втором тайме, когда ЦСКА не захочет проигрывать четыре мяча нам. Вот так оно и оказалось. Второй тайм – это показатель на игра ЦСКА и разница между нами. Мы, конечно, рады, что у нас первый тайм неплохой ганбул показался, но понятно, что ЦСКА играла на 50-60%. Когда они играют на 100%, то вы все видели сами. Очень хорошо, что девочки не опустили руки. Хоть и не забивали мы 15 минут, но они пытались, 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 и все-таки в конце второго тайма настало получаться. Спасибо. Софья. Спасибо команде ЦСКА за игру. ЦСКА – очень опытная команда, и вообще с ними очень приятно и классно играть. Ну, как бы сказал Дмитрий Михайлович, мы очень много пропустили, особенно во втором тайме, в начале. 15 минут не могли забить, и, конечно, от этого и весь результат. Очень много пропустили в центральной зоне. Спасибо, Ольга Сергеевна. Пожалуйста, вам слух. Да, спасибо команде Лучи за игру, особенно за этот первый тайм, как сказал мой коллега, когда мы играем неполную силу, результат на табло. Поэтому первым таймом, конечно, и неполной мере довольна. Очень много пропустили в обороне. Отсюда и результат на табло был. Второй тайм – совершенно другая игра. Как раз то, о чем просил девчонок в начале игры – сыграть от защиты и убежать. Второй тайм мы это показали, и сыграли так, как положено. Нельзя расслабляться нам никогда. Спасибо. Наталья. Ну, я, естественно, со всеми согласна. Хочу поблагодарить Луч за прекрасный первый тайм. Девчонки сражались, они молодцы. Мы не очень. Но впереди у нас очень серьезная игра, к которой надо готовиться. Сегодняшняя игра показала наши ошибки, которые у нас еще есть время исправить. Спасибо всей нашей команде, девочкам, они молодцы. Спасибо. Вопросы, Дмитрий Михайлович. Первый вопрос вам. Как команда недавно потеряла лидера из-за травмы? Как без Екатерины Махатадзе чувствуется коллектив? Ну, незаменимых же людей нет. Конечно, любой игрок, он важен. Лидер и не лидер, средний игрок, часть команды. Но сейчас, видите, мы ищем варианты. Пробуем Злату Федосову, потом пробуем Настю Федорову. Разные варианты Сергеенко, Алину. Кто-то себя проявит. Спасибо. Софья, вопрос к вам. Вы воспитанница армейского бомбола. Как играть против своих, скажем так? Как личные достижения сегодня оцениваете свои? Я уже сказала, что ЦСКА реально очень крутая команда. Туда, конечно, не каждый выпадает, но нужно доказывать это с каждым днем, с каждой игрой. Спасибо еще раз команде ЦСКА. Ольга Сергеевна, вам вопрос. Удалось ли наиграть как раз-таки связки, какие-то элементы перед Ростовом? Все-таки предстоит очень важный матч тоже. Мы на это не закладывались сегодня. У нас есть небольшие пока что потери в составе. И все-таки, я думаю, то, что связки, которые мы планируем на Ростов, они будут немножечко другие. Мы сегодня на это акцент не делали. А будут еще привлекаться молодые во втором части? Я очень хочу, чтобы они привлекались. Все зависит, конечно же, от их игры, от их настроя и характера. Я очень хочу их видеть в наших рядах. Заключительный вопрос, Наталья, тебе. Скажи, как проходит... Успеете ли вы восстановиться? Как по силам у вас сейчас все-таки на Россию? Ты не ездила, но вот как команда по силам к Ростову подходит? Все-таки перерыв был на Новый год? Ну, мы все в равных условиях. Ростов тоже был на перерыве, и они тоже вчера играли с Черноморочкой, поэтому тут на этом акцент не надо делать. Естественно, у нас у всех есть силы. В воскресенье будем смотреть на это все. Спасибо, коллеги, вопросы. Мы завершаем нашу пост-матч-конференцию. Всем спасибо. 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 Спасибо.